Итак, я надеюсь меня видно слышно. Добрый день дорогие друзья, с вами Дмитрий Черепощук, обзор недели. Посмотрим с вами интересные инструменты начала мая и начнем с вами золото. Наконец-то оно вышло у нас из консолидации, стояли мы порядка 16 апреля до вчерашнего дня 6 мая. Вышли из консолидации, сейчас смотримся наверх, что примечательно я бы посмотрел ребята выше 18-19 на лонг, но не стал бы переносить позицию через выходные, потому что может быть потом открытие против вас. То есть сегодня какие вы тейки ставите по своей торговой системе, там 3 к 1, 4 к 1 или 5 к 1, забирайте и уходите спокойно с прибылью на выходные, не перенося позицию через ночь и через выходные. Я бы рассматривал если мы возьмем на 5-минутном графике выше 18-22, вот где-то в этом районе, здесь мы от хая прошлого дня немножко уже не успели, да прошли и сейчас инструмент смотрится наверх. Поэтому золото рекомендация к покупке, сейчас посмотрим с вами серебро, должно дублировать динамику, вчера было у меня обидные две сделки по серебру. Вот здесь меня вынесло и здесь, и потом инструмент уже пошел, но без меня, тем более на вечерней сессии здесь я уже заходить не хотел. Вот сейчас мы смотримся так же вверх, вышли, но картинка немного хуже, чем на по серебру, да, поэтому я бы все-таки присмотрелся к золоту, здесь у нас предпочтительный лонг выше 18-22. Если взять у нас нефть, что у нас по нефти, мы видим, что 68 все-таки мы не смогли, да, закрепиться, а еще психологический уровень, я сейчас вам отмечу, это на дневном графике, это 70. Видите, мы укололи даже 70 не было цены, 69.99 и спустились под уровень 68-65, пока стоим ниже, да, но если мы возьмем в целом российский рынок, да, то сейчас парадоксальный момент происходит, это то, что рынок идет вверх, это индекс РТС, я вам показываю, а нефть у нас снижается, да, то есть корреляция как таковой с рынком сейчас нет. Поэтому я бы посмотрел нефть на откат в район 66-55, да, на следующей неделе, это у нас будет рабочий вторник, да, московская биржа будет в понедельник выходной, насколько я помню, вот. Вот, и движение, так как у нас все равно идет по тренду, я буду смотреть нефть на лонг, но просто после коррекции, где-то в район, еще раз повторюсь, хай, ТСВЧ 67-43 или 66-55, вот. Пока на сегодняшний день ничего интересного нету, да, сегодня точно ее трогать не буду, а вот на следующей неделе присмотрелся бы к открытиям длинных позиций. Давайте рассмотрим с вами еще евро-доллар, да, интересный инструмент, на данный момент стал тем, что хорошие откаты, красивое поступательное движение, и мы стремимся в зону 1.21.26, да, сейчас выкупили, смотрится инструмент сильно, лонгово, поэтому я бы рассмотрел его сегодня, даже на лонг, да, выше отметки 1.20.80. Сейчас посмотрим, какие есть уровни, ну да, вот он есть у нас на дневном графике, примерно просматривается, то есть мы с него пытались пойти, еще выше, да, сделали откат, но не смогли, нас слили, это или новостная свеча, может быть, крупный игрок добирал позицию, нас это мало интересует, мы торгуем в текущей ситуации и теханализ, поэтому рассматриваем выше 1.20.74 на лонги, я думаю, что откат еще за сегодняшний день будет, да, это как раз совпадает с хаем прошлого дня, вот, поэтому все смотрится очень симпатично, то есть закрепим, да, резюмируем наш обзор, евро-доллар на лонг, очень хорошо смотрится от уровня 1.20.80 в этой зоне, смотрим за нефтью, конечно же, на следующей неделе, на продолжение, да, восходящей тенденции и смотрим с вами серебро, вернее, прошу прощения, смотрим с вами золото и серебро, кто-то торгует, тоже на продолжение движения, на рост, но очень аккуратно с переносом позиций через ночь, потому что много прошли, может быть откат, да, технический, то есть красивая свеча, но зеленая, 10% откат никто не отменял, поэтому смотрим за этими инструментами, желаю вам хороших майских праздников, главное не болейте, всего доброго!